страницы заглушки или мы скоро откроемся специальная страница в элемент про как такую создать давайте посмотрим более детально в этом видео меня зовут федор васильев и в каких случаях нужна такая страница на этой странице вы можете абсолютно все что угодно отобразить от начиная от заднего фона этот цвет либо градиент как сейчас вы видите переход цвета либо фотографии либо видеофон также из элементов может быть текст любой плагин элемент or например плагин таймера показывающий когда страница будет запущена в каких случаях это нужно когда вы запускаете сайт в интернете вы его разрабатываете сразу на домене если конечно этот сайт никто не знает этот адрес можете не заморачиваться как бы его никто не увидит пока вы никому о нем не расскажете также и о поисковиках да пока вы им не сообщите об этом сайте но может быть такая ситуация что воском тире брендинг глобальные изменения на сайте люди заходят на вас на ваш сайт они знают его и вот для таких случаях можно очень легко быстро создать такую заглушку для всех посетителей вашего сайта как новых так и бывалых давайте посмотрим как такое реализовывается в админке нашего сайта мы с вами переходим или mentor инструменты режим обслуживания переходим в прошлом уроке мы с вами смотрели глобальные настройки как раз таки здесь продолжаем дальше обучаться изначально сейчас вы видите у меня уже создана одна страница которая вам только что показывал я назвал ее скоро она здесь и показано здесь выберите режим я выбрал скоро открытие и здесь может быть неограниченное количество заготовленных вот таких шаблонов вами для разных ситуаций когда мы здесь включаем например скоро открытие здесь выберите шаблон выбираем нажимаем сохранить вот здесь вот у вас будет подсвечиваться предупреждение что у нас включен режим обслуживания причем на сайте на фронтальной части сайта вы можете как администратор так как вы вот здесь вот авторизованы вы видите сайт в полной его красе или в том виде в котором сейчас существует то есть вы должны понимать только вы или другие администраторы могут видеть его в таком виде естественно обычный пользователь который не за логин у вас на сайте он будет видеть вот такую вот страницу соответственно если работы все произведены вы здесь выбираете отключен сохранить изменения вот действует у нас исчезает предупреждение если я пойду на сайт как пользователь обновлю страницу я тоже буду видеть сайт как он есть сейчас теперь давайте посмотрим как создаются эти страницы то есть у вас здесь ничего не будет вы нажимаете вот на эту ссылку создать вас открывается такая страница сначала мы пишем сами заголовок просто для себя этот заголовок будет отображаться только вот 10 в шаблонах на сайте вы видно не будет написали заголовок нажимаем опубликовать далее появляется кнопка редактировать в элемент мы нажимаем на нее далее вот здесь вот слева в самом низу переходим вот по этой шестереночке и выбираем вот здесь вот макет страницы холст элементов списке выбираем страница обновляется все исчезает и показывается чистый холст дальше мы сразу можем накинуть какой-то текст то есть я сначала нажимаю по плюсу выбираю вот эту колонку во всю ширину и сюда добавляю плагин текста и здесь можете писать все что угодно то есть прямо вот здесь вот текст который будет видеть пользователи типа мы скоро откроемся у вас будет здесь дефолтный текст вы его выделяете и пишите свой дальше можете перейти в стиль оцентровать его сделать его например потемнее я сделал его белым потому что фон у меня будет темный но пока оставим серый чтобы не запутать вас чтобы размер увеличить текста до в карандашик мы переходим размер я сделал чуть больше дальше сразу я покрашу фон то есть смотрите переходим вот сюда вот по точкам в основную нашу секцию переходим стиль кликаю градиент первый цвет выбираем к синий а вторичный цвет у меня такой розоватый ну вот сразу вы видите как это все выглядит здесь кликаю по тексту текст естественно делаю белый чтобы его хорошо было видно дальше опять возвращаюсь настройки общей секции здесь нужно сделать такую настройку переходим макет высота выбираем по размеру экрана то есть для таких страниц нужно сделать так весь контент будет у нас по центру независимости от экрана а вот такая заглушка сзади будет на весь экран по сути у нас страницы даже уже и готова ну так скажем простенько все получилось можем сразу повесить еще и таймер если это необходимо или можете просто текстом написать дату открытия мы откроемся там такого-то числа или сразу давайте разберем плагин таймера то есть это уже вот здесь у даже помечено про скажем если я текст и секцию настраивал так сказать бесплатной версии элемента а уже таймер это уже плагин про версия вот здесь написано про то есть вот этот плагин просто перетаскиваю размещаю сразу под текстом и сразу здесь давать порядку здесь есть вот такой вот выбор я предпочитаю на вот этот выбор и ниже сразу дата кликайте просто подать и всплывает календарь и вы просто кликайте тот день в который день откроется 1 ноября 2019 например разделы осталось 17 дней через у нас не сайт откроется то есть просто кликайте подать и все это мир здесь меняется дальше можно сделать вот так вот в линию текст в одну линию с цифрами или под цифрами ну конечно под цифрами дальше вы определяете что отображать не отображать ли дни отображать только часы минуты секунды я отображаю все также то есть days это дни хорус часы минута с минуты по секунд секунды получается шоу лейбл то есть показатели вот под цифрами наши эти параметры текстами на ваше усмотрение и дальше кастом лейбл если я выбираю нас появляется возможность отредактировать то есть перевести с английского на русский вот здесь у дни соответственно здесь часы ниже вы можете решить какие будут действия произведены когда таймер истечет и здесь просто кликайте мышка в это поле есть три варианта первый вариант когда мы выбираем он здесь появляется мы можем ниже появляется еще одно поле вы видите перенаправить пользователя автоматический redirect на url указаны ниже здесь то есть страница заготовлены какая-то то есть человек только попадая на эту страницу он даже не увидит если здесь redirect он сразу попадет на другую страницу вот здесь по крестику я могу это удалить дальше hide это скрыть когда таймер сечет здесь не будут показываться нули до скроется этот таймер с этой страницы и show message то есть показатели какое-то сообщение если мы выбираем то ниже появляется поле для ввода данного сообщения можете что-то написать и это сообщение появится когда таймер сечет ну я поставлю хай ты все равно это тестовый сайт дальше а по стилям да то есть дизайн счетчика переходим здесь стиле но здесь уже просто все просто становится background color этот цвет заливки если заливка вообще не нужна вот этот ползунок я опускаю делаю прозрачность если граница используется то можно выбрать там она сплошная двойная вот видите там пока граница точками толщину границы может сделать цвет границы вот она например синяя я сделал белая вот эта опция у нас это видите между ними расстояние между нашими вот этими боксами с часами днями минутами соответственно если вы кликать вот рядом такая невзрачная иконочка эта иконка макет компьютерной версии нашего шаблона сайта по ней клика и появляется иконки планшета сразу здесь уменьшается в в режиме реальном времени как это выглядит на планшете если мы кликнем по этой иконке то что она активная показывается голубым цветом соответственно кликнув на иконку телефона здесь тоже видно как это выглядит на телефоне то есть у нас принципе идет уже как бы адаптивный дизайн прямо из коробки по сути вот она страница готова конечно можно ее украсить более интересно чтобы изменений вступили в силу мы нажимаем опубликовать далее мы нажимаем вот на эту вот иконочку выйти в консоль возвращаемся с вами элементов инструменты режим обслуживания после создания такого шаблона у нас вот здесь вот она появляется страница скоро выбираем ее здесь а здесь мы выбираем условия то есть скоро открытие например все нажимаем сохранить изменения и все пользователи сайта будут видеть заглушку только авторизованные пользователи будут видеть сам сайт соответственно здесь вы можете видеть сразу вам напоминание что здесь включен режим обслуживания если вас заинтересовал плагин элемент про вы можете выкупить по удобной ссылке которая находится в описании сразу под этим видео также все полезные ссылки доступны под данным роликом до новых видео друзья а